В середине сентября в подмосковной Истре проходил чемпионат вооруженных сил России по международному военному пятиборью. В турнире приняли участие представители всех четырех военных округов. Как и прежде, тон соревнованием задавали спортсмены ЦСКА, члены сборной команды страны. Выступают на этом соревновании сильнейшие спортсмены военных округов и ЦСКА. Цель этих соревнований – это формирование команды для участия в чемпионате мира по международному военному пятиборью, который состоится в октябре месяце в Корее. Стрельба в Корее будет проходить на дистанции 300 метров. Соответственно, мы и сейчас проводим стрельбу на дистанции 300 метров для того, чтобы уже подготовить оружие, стрелки и психологически были готовы к работе именно на этой дистанции. Соревнования по стрельбе состоялись в двух частей – медленной и скоростной. Медленная – это когда спортсмен делает 10 выстрелов в зачет без учета времени. При скоростной участник за одну минуту должен сделать то же количество выстрелов. Здесь учитывается не только точность попадания, но и правильное выполнение упражнения. Во время второго этапа спортсменам предстояло проплыть 50 метров с препятствиями. Самым сложным препятствием является так называемый столик. Пловцу необходимо вылезти из воды, сделать пару шагов по поверхности и, отталкиваясь от края столика, вновь прыгнуть в бассейн. Третий этап – скоростное прохождение полосы препятствий. Она представляет из себя 500-метровую трассу с 20 различными препятствиями. Здесь, чтобы победить спортсмену, надо правильно распределить силы на все дистанции. Где-то необходима ловкость, а где-то именно физическая сила. Четвертый этап – это соревнования в метании гранат на точность и дальность. Здесь, чтобы победить, надо было отправить снаряд за отметку 60 метров. И, наконец, заключительный этап – легкоатлетический кросс. В ходе состязаний мужчинам надо было преодолеть дистанцию 8 километров, а девушкам два раза короче. Конечно, погода позволила показать такие хорошие результаты. Сухо, тепло, с одной стороны. С другой стороны, ребята готовились к этим соревнованиям и, в принципе, готовятся к перспективе, к участию на чемпионате мира в Республике Корея. По итогам соревнований чемпионами стали прапорщик Людмила Егорова и лейтенант Сергей Алпатов. Второе место у девушек заняла прапорщик Юлия Наумова, третье – Наталья Васильева. У мужчин серебряными бронзовыми призерами стали капитан Андрей Блинов и капитан Александр Боцман, соответственно. В октябре все эти спортсмены будут представлять вооруженной силой России на чемпионате мира в Корее.